Привет, друзья! С вами Константин. Это вторая часть видео, посвященная неочевидным, в каком-то смысле даже скрытым функциям Ableton Live. Они незримо присутствуют в программе, и многие, особенно начинающие пользователи, даже не догадываются об их существовании. Поехали! Первая неочевидная, но невероятно, на мой взгляд, полезная функция в Ableton Live – это возможность настройки программы с помощью файла Options. Файл Options позволяет включать некоторые экспериментальные функции в Live. Параметры данного файла в основном используются для разработки и внутреннего тестирования, но могут быть полезны для вас. Я использую только одну настройку в файле Options, которая представляется мне исключительно полезной. С помощью опции NoVST Startup Scan можно пропустить сканирование плагинов при запуске Ableton Live. Таким образом, при большом количестве установленных плагинов, скорость загрузки Live возрастает иногда в 2-3 раза. Итак, как же включить данную опцию? В Windows переходим в папку Users, имя пользователя, AppData, Roaming, Ableton. Далее выбираем текущую установленную версию Live, в данном случае версия 10.1.9. Открываем папку, затем папка Preferences. В данном каталоге создаем текстовый файл с названием Options. Создать текстовый документ. Называем его Options. Вставляю команду NoVST Startup Scan. Сохраняем. Закрываем. Отлично. Теперь перезагружаем Live и радуемся скорости загрузки Live. Папка Preferences может быть скрыта, поэтому в своей операционной системе включите отображение скрытых папок и файлов. Существует достаточно большой список опций для данного файла и наиболее полезные из них я приведу в описании. Еще один важный момент. Перед установкой нового VSTi плагина нужно будет удалить эту опцию, иначе Ableton не обнаружит новый плагин. Также важный момент. Так как данная функция экспериментальная, теоретически она может быть отключена в будущих версиях Live. В текущей версии 10.1.9 все работает отлично. Вторая неочевидная функция – использование клипов и дорожек из других треков. О данной функции многие пользователи, особенно начинающий пользователь Live, даже не догадываются. Функция заключается в том, что работая над текущим проектом, вы можете легко импортировать из других своих проектов целые дорожки, клипы со всеми цепочками эффектов. Например, я работаю над проектом и вспоминаю, что в прошлой работе я настроил отличный бас. Я через браузер Live открываю папку с проектом, разворачиваю дерево проекта, ищу ту дорожку, которую я хочу импортировать, в данном случае это басовая дорожка, и просто переношу ее в Live. Ждем загрузки. И вот обратите внимание, загрузилась абсолютно вся структура, все плагины, вплоть до автоматизации, включая сам, непосредственно сам MIDI-файл. Отличная функция. То же самое я могу сделать в окне сессии. Открываю папку проекта клипы, из которого я хочу импортировать в текущий проект Ableton Live. Значки клипов выглядят несколько иначе. И переношу в Live. Импортировался MIDI-файл. Импортировалась вся цепочка эффектов. Можем запустить. Следующая функция – гибкая настройка автоматизации. Мы можем записать автоматизацию с помощью MIDI-контролера, а можем нарисовать ее мышкой. Так вот, с помощью мышки можно достаточно гибко редактировать автоматизацию. Для этого нам нужно активировать инструмент карандаш, включить автоматизацию, режим редактирования автоматизации. И удерживая клавишу Alt на клавиатуре, мы можем свободно рисовать автоматизацию. Очень удобная функция. Следующая секретная в кавычках функция – микшер и аранжировка на одном экране. Не у каждого пользователя есть второй монитор, чтобы разместить окно сессии и аранжировки на разных экранах. Однако вы неплохо можете разместиться и на одном экране, особенно если у вас широкоформатный монитор. Итак, что нужно сделать, чтобы видеть окно аранжировки и окно сессии на одном экране? Заходим в меню View. Активируем режим Second Window, либо на клавиатуре нажимаем комбинацию клавиши Ctrl-Shift-W. Появляется второе окошко. Сворачиваем первое. Как-нибудь удачно его размещаем. И вуаля! Мы видим окно сессии и окно аранжировки на одном экране. Особенно на широкоформатных мониторах данная возможность выглядит вполне приемлемой. И в каких-то определенных сценариях данную возможность можно использовать. С помощью клавиши Tab можно переключаться. С режима сессии на аранжировку. Следующий интересный функционал. Гибкая настройка интерфейса. Немногие, особенно новички, знают, что дорожки в Ableton Live легко масштабируются. Выделяем с нажатой клавишей Shift дорожки, которые мы хотим уменьшить, либо увеличить. И вот таким образом их масштабируем. Очень удобно, когда у вас 20-30 дорожек. Можно редактировать масштаб этих дорожек на свое усмотрение. Кстати, когда у вас выделены все дорожки, вы можете применять к ним групповые операции. Например, редактировать громкость, включать-отключать, солировать их, менять панораму одновременно на всех дорожках. В принципе, ко всем функциям микшера можно применять таким образом групповые операции. Следующая функция – изменение темпа трека в сцене. Знаете ли вы, что в каждой отдельной сцене можно менять темп? Например, для сцены 4 в данном проекте я хочу установить темп сцены 120 BPM. А для сцены 5 чуть-чуть замедлить проект и сделать темп сцены 90 BPM. Для этого я вызываю контекстное меню, нажимаю правой кнопкой. И вызываю меню Edit Launch Tempo. Пишу здесь 120 BPM на пятой сцене, также нажимаю Edit Launch Tempo и пишу 90. И теперь при запуске сцены номер 4 будет активен BPM 120, а при запуске сцены 5 будет активен темп 90. Очень здорово работает, особенно при живом исполнении, при каких-то перформансах. Функция номер 7 – мэппинг локаторов. Вы можете назначить на локаторы в проекте клавиши на компьютерной либо MIDI клавиатуры. По нажатию клавиши проект начнется воспроизводиться с указанного места. Вызываю контекстное меню, нажимаю Add Locator, появляется вот такой локатор. Далее в верхней части меню нажимаю кнопку Key, ставлю курсор на мой локатор и на клавиатуре нажимаю клавишу, ну например, B. Запускаем проект. Теперь, где бы я ни находился в проекте, нажимая на клавиатуре клавишу B, я всегда буду переходить вот в указанное локатором место. Можно этот локатор перемещать и вы увидите, что от этого ничего не поменяется. Естественно, можно создать бесчисленное количество локаторов. Например, мой проект разделен на три части, и я хочу иметь быстрый доступ к каждой из частей проекта. Давайте создадим еще несколько локаторов. Кстати, в каком-то смысле можно применять эту функцию в каких-то творческих сценариях на живых выступлениях, и вы поймете, о чем я сейчас говорю. Так, нажимаем клавишу Key. Данный локатор, например, будет у нас N. Локатор 3M. При живых выступлениях вы можете очень быстро перемещаться по проекту, и даже могут у вас получаться какие-то креативные приемы. Очень здорово, если у вас в проекте, например, несколько сэмплов, лупов, и вы быстро переключаетесь. Хотя, конечно, для живых выступлений я вам рекомендую и сам чаще всего использую именно окно сессии. Итак, друзья, это были 7 неочевидных функций Ableton Live. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и вдохновения. Пока!